Коммунальщики готовятся к зиме. Утро в управляющей компании «Добрый город» начинается с планерки. Рабочие в полной боевой готовности. Начали с подвала, проверяют отопительное оборудование, в порядке ли системы. В управлении УК «Добрый город» около 200 домов. К каждому относятся внимательно, отрабатывают заявки жителей и председателя МКД. Если у нас какие-то проблемы в доме, ну пока вот все проблемы они решают. С чем мы обращаемся, проблемы решаются. Были у нас протечки в подвале, крышу нам починили протечки. Быстро сделали это. Мы обратились, буквально через 2-3 дня протечки устранили. Управляющая компания не только устраняет неполадки, отрабатывает заявки, но и выступает посредником между жителями и ресурсоснабжающими организациями. Стабильные поставки коммунальных услуг зависят от своевременности платежей. Нередко из-за неплательщиков страдают те, кто не копит долги. Дебиторская задолженность, которую должны жители, наши управляющие компании, составляют более 400 миллионов рублей. Соответственно, расплатиться с ресурсниками мы не можем в полном объеме, потому что жители не производят платежи и платежная дисциплина, к сожалению, хромает. До определенного времени неплательщик тоже получает газ, свет, воду. Но после внушительной суммы долга ресурсоснабжающие компании отказывают коммунальщикам в доступе к этим запасам. Чтобы не доходить до крайности, специалисты проводят разъяснительные беседы с должниками. Платить за коммунальные услуги необходимо вовремя. Алена Беляева, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.